Как оградить подростков от наркотиков и запустить в социальных сетях действенную пропаганду здорового образа жизни? Сегодня эти темы обсуждали члены республиканской комиссии. Борьба с наркопреступностью в Чувашии набирает обороты и приносит ожидаемый эффект. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наркобизнес в республике сбавляет обороты, сокращается и количество тех, кто употребляет психотропные вещества. Большие плоды, считает глава региона, приносит сложная работа органов власти и силовых структур. Наша задача удержать ситуацию и ни в коем случае мы не должны давать, чтобы ситуация ухудшалась в этой сфере. Основный упор мы делаем на выявление, в первую очередь, это сбытчиков, поставщиков наркотических средств. Здесь мы тоже наблюдаем практически полтора раза рост лиц, которых привлекаем к ответственности за распространение, за сбыт наркотиков. То есть изначально, когда мы уже начинаем работу по определенному сбытчику, документируем его простую деятельность и прилагаем максимум усилий, чтобы наркотические средства не дошли до рядового потребителя. К нам управление практически на 70% больше информации поступило от граждан, которые мы проверяем, из-за интересованности людей, которые неравнодушны к этой беде, и информацию доводят. Но позитивная статистика не должна успокаивать, отмечает Михаил Игнатьев. В зоне риска школьники и студенты. Муниципальным властям поручили навести порядок там, где чаще всего собирается молодежь. Немало вопросов возникает к работе ночных клубов. Ночные клубы, они развлекательные площадки. Там нет, насколько я знаю, культурного отдыха. Там культурный отдых превращается в другие мероприятия, другие развлечения. Поэтому давайте оцените, оцените комплексно. Здесь нужно действительно оценить. С одной стороны, это клубы, клубы имеют охрану, может быть, ее нужно усиливать. Там, где мы, по крайней мере, можем наблюдать за молодежью, где ставят видеокамеры, где мы наблюдаем за ними. Уважаемые главы города Чебоксара, Новочебоксарска, надо заниматься этими вопросами. Отдельные ночные клубы надо прикрывать. Важнейшим инструментом в борьбе с наркоугрозой члены комиссии называют профилактику. Глава республики отмечает, что в соцсетях необходимо размещать мотивирующие ролики. У нас имеется своя страница в сети интернет, где мы освещаем мероприятия, которые проводятся в рамках деятельности антинаркотической комиссии. Есть обратная связь, что, наоборот, важно. В среднем где-то до 500 пользователей. Но пока работу только начали, это мало еще. Свои плоды приносит и программа реабилитации людей, которые принимали наркотики. Совместно с коллегами на базе республиканского наркологического диспансера проводятся мотивационные беседы с наркозависимыми лицами в сфере повышения их права грамотности по вопросам, связанным с юридической ответственностью и перспективным случаем завершения лечения либо уклонения от него. Минтрудом на сегодняшний день создана участковая социальная служба, 257 участков. Основные и главные задачи, прежде всего, это выявление и постановка на учет неблагополучных семей, которые находятся в поле зрения всех субъектов профилактики. Борьба с наркоугрозой должна быть системной. Для властей на местах это приоритетная задача. В стране реализуется стратегия противодействия наркопреступности, одобренная президентом России Владимиром Путином. Как она выполняется, глава государства контролирует лично. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.